всем привет добро пожаловать на уроки луа и roblox сегодня первый из двух уроков в новом формате по просьбам опять подписчиков попросили рассказать про со программы спаун к рутины и так далее вот ну начнем с простого сегодняшний урок будет полезен даже не только новичкам будет понятно все тоже новичкам и даже тем кому не нужен этот спаун и со программы и так далее давайте разберемся запустим во первых что у нас здесь происходит в тестовом скрипте чтобы потом это обсудить для запуска можно не кликать на кнопку от так ведь у нас какие-то кирпичики появились чтобы не кликать на кнопку стоп можно нажать shift f5 чтобы запустить все снова не нажимая не кликая на кнопку play можно нажать просто f5 вот у нас все запустилось окей давайте разберем опять shift f5 смотрим на наш скрипт скрипт очень простой размещен в папке нашим workspace так он не workspace он в game explorer и мы находим папку server script service и у нас здесь один скрипт только активный ведь он голубым цветом подкрашен остальные белые что это означает что если мы в свойства скрипта посмотрим у нас здесь есть свойства properties disabled запрещенный скрипт если мы его запретим он тоже станет белого цвета и он перестанет запускаться так что если мы сейчас игру запустим то никакие скрипты которые запрещены не запустятся окей нам это и нужно для урока конечно вам для отладки ваших игр тоже может пригодится и так мне нужно скрипт первый включить я с него снимаю эту галочку disabled свойства так что же у нас происходит у нас есть какая-то функция drop bricks которая бросает кирпичики ждем пять секунд и какие-то параметры аргументы в нашу функцию передаем так ну смотрим как у нас называются параметры координаты x координата z ну как можно понять по оси x по оси z вот у нас помните кубик с координатами так дальше что n это количество сколько кубиков бросить степ x и степ z это шаг по иксу и шаг по игреку сколько отступать стадов от каждого брошенного кубика так ну дальше идет у меня локальный переменной крик ведь мы задаем только две координаты а все кубики у нас появляются на высоте 10 стадов ну тут все просто берем какой-то случайный цвет запоминаем и этим случайным цветом создаем в цикле от 1 до n помните я сказал что это количество кубиков сколько бросим от 1 до n создаем кубики вот идет у нас создание кубика тоже все наверное уже знают с первых уроков как создать какой-нибудь объект в данном случае нам нужно детальку создать кубик instance точка new part создали наш объект но обычно он создается размером но он как кирпич создается нам нужно и заносим его переменную и дальше нам нужно задать его размер чтобы он был у нас кубиком со стороной 111 дальше мы его размещаем позицию задаем где он должен появиться в нашем мире так как у нас три координаты x y z то мы задаем передаем вот эти параметры аргумент который пришли функцию в параметры x y z но так как я хочу чтобы каждый следующий цикле кубик появлялся с каким-то шагом от предыдущего я добавляю к иксу вот такое и умноженное на степ x а и как помните у нас будет от одного до количества кубиков значит при первом проходе цикла здесь единица при втором здесь двойка будет в н ой не в извините в и и так пока не будет 5 так ну и для координаты z примерно то же самое дальше присваиваем нашему новосозданному кубиков кубику цвет который мы здесь получили мы можем конечно эту строчку перенести внутрь цикла тогда у нас все кубики будут разноцветные но мне как раз интересно показать полоску из кубиков уникального цвета потому что мы потом с вами будем смотреть на спаун как работает спаун и нам нужно будет разбираться кто каким цветом нарисовал так и теперь вот этой строчкой мы помещаем наш созданный кубик в наш game . workspace на сцену нашей игры в place дальше ждем wait чтобы у нас не притормаживал сервер а он ждет если мы не передаем никакое число функцию wait то он ждет там доли секунды это сейчас неважно и так функция создана но она не запускается ждем 5 секунд и запускаем эту функцию с какими-то параметрами но тут уже понятно по координатам x и z x 0 и z 0 дальше сколько нам 10 кубиков бросить шаг по оси координат x отступать 555 стадов а по оси z нисколько не отступать так все ясно мы еще не подошли к спавну а давайте посмотрим что же будет если мы запустим нашу функцию без параметров аргументы никакие не передаем скобки пустые так ну во первых ничего не произошло и давайте окошко output откроем и посмотрим вот ошибка мне говорит что ошибка в цикле for потому что не задан лимит в н пришел нил нил это пустота ничего так ну как сделать так чтобы наша функция drop bricks все-таки запускалась так нажимая shift f5 чтобы остановить запускалась без параметров вот у меня здесь заготовка есть раз комментируем и сейчас объясню я наверное уже во многих уроках про такие вещи говорил ну не буду здесь точно останавливается ну вот такая конструкция позволяет задавать какие-то параметры по умолчанию например вы можете задать только x и z а остальное заполнится за вас или вы можете задать только n а остальное заполнится за вас и так вот эта строчка проверяет передали ли что-нибудь в н если передали то это значение n и используем а если мы ничего не передали если мы пустые скобки оставили или нил написали то тогда использовать для н число пять то же самое для икса видите по умолчанию 0 для из для z по умолчанию 0 и шаг по умолчанию для икса мы 0 делаем а для z пятерку ну и все так давайте второй вариант посмотрим и уже к спауну перейдем уже будет веселее так давайте совсем без параметров я запускал нашу функцию без без аргументов я ведь и путаюсь аргументы и параметры у функции вот эти штуки называются параметры но когда вы ее вызываете и передаете сюда какие-то значения то вот эти значения уже называются аргументы так что аргументы подставляются параметры функции ну как так так давайте вот так запустим смотрите я вместо первого значения x задаю нил значит ничего не передаю в x в z передаю тоже ничего и даю шаг 10 ой не даю шаг 10 так да по умолчанию у нас 5 5 кубиков а здесь я получается прошу 10 давайте не 10 давайте 100 тогда сделаем чего ж мелочиться нажимаем f5 и смотрим а ну все получилось так shift f5 окей в общем все ясно если мы хотим какой-то еще параметр задать например шаг так x мы хотим задать не хотим нет давайте нил x шаг x не задаем теперь степь z зададим например тройку вот так и давайте запустим видно ли что да ну видно что через три стада пошли наши кирпичики вместо 5 по умолчанию ну текст этот place вообще можно будет скачать по ссылке под видео все сами поэкспериментируйте так ладно читаю что это у нас пройденный момент блокировали и вот посмотрите у меня скрипты скрипт 2 вот здесь видно скрипт 2 скрипт 3 они отличаются только тем что я вызываю функция dropbricks одинаковая я вызываю ее просто с разными параметрами и давайте посмотрите эти скрипты нужно разрешить помните чтобы они были не белым цветом выключены disabled я выделил сразу три скрипта снял галку disabled и они стали опять разрешенными вот итак 4 скрипта у меня голубым цветом светлым под подкрашены и давайте посмотрим что происходит но вы наверно знаете что в роблоксе при запуске все скрипты одновременно запускаются так я что какие-то скрипты что-то я не то сделал давайте проверим первый скрипт второй скрипт так первый ой 10 5 10 5 0 10 0 5 что-то не произошло как будто скрипты не включились окей давайте разберемся в чем же дело может быть групповое включение скриптов плохо сработало и главное никакие ошибки не удается окей все это мне не понятно но давайте чтобы не было вот таких вот глюков со скриптами не будем тратить на них время попробуем воспользуемся функции спаун давайте первый скрипт тоже заблокируем и мой main скрипт разблокируем там как раз мы делаем все то же самое должен должен был получиться крест 1 2 3 4 ну можете дома этот place я специально не буду исправлять смотреть в чем проблемы можете загрузить этот place и написать мне в комментариях где же ошибка крылась если она была может это просто глюк я перезапущу сейчас roblox все будет работать потому что у меня перед записью видео все работало меня тоже смущают такие моменты то работает то не работает от таких решений нужно избавляться так открываем наш скрипт смотрим всем привет нам не нужен сделать здесь мы будем изучать спаун и так смотрим дробрикс точно такой же как был тоже ждем 5 секунд так ну и давайте попробуем ладно давайте сразу самое относительно правильное решение посмотрим но еще не до конца так я хочу вызвать четыре раза эту функцию чтобы одновременно появились у нас кубики так нет ребят давайте начнем с самого начала вот без всяких спавнов он давайте вот так вот такой простенький скрипт так давайте вот эти штуки перенесу вниз вот вас не смущало чтобы мы видели но на принципе дробрикс нам не нужно на эту функцию смотреть мы ее уже с вами изучили и знаем и вы и 5 тоже мы знаем так вот наш простой цикл простой цикл ладно давайте будем пользоваться таблицами окей вот уже у нас не ругается так что же у нас таблицах находится а я решил не набирать каждый раз вот этот ерунду с числами я решил все перенести параметры которые только меняются в таблице и только их и подставлять а меняются у нас как вы помните только шаг по иксу и шаг по z шаг по иксу шаг по z я написал в таблице все варианты шага по иксу и и все варианты шага по z так что теперь у меня еще проще все лишний цикл вот так и так у меня цикл сработает сколько раз от одного до количества элементов таблицы ведь решетку здесь использую это узнать сколько элементов лежит в таблице раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь раз сработать мы давайте запустим и посмотрим вообще что-то работает у нас так отлично по крайне мере моя функция сработала шаги сработали шаг смещения после выкладывания каждого кирпичика все работает но что мне не понравилось как вы видели мне нужен эффект одновременного появления видите тут одно за другим одно за другим мы же в цикле все это делаем что же сделать чтобы все получилось все работало одновременно можно воспользоваться функцией спаун что делает спаун так скобочку закрываем спауну мы должны передать какую-то функцию на самом деле она передается без параметров так что это вот я строчку скопирую и она у меня есть уже а ну ладно у меня она у меня есть так вот как вызывают спаун так и давайте попробуем мы запустим через спал я вам еще не рассказал как спаун работает ну сейчас наверное ничего не получится да почему то ничего не получилось и почему то я не вижу никаких ошибок так давайте с параметрами попробуем и сработало у нас вместо функции спаун только один аргумент так что мы можем передавать только одну какую-то функцию так как же запускать с разными аргументами вот этот наш dropbricks а мы должны его окружить окружить обернуть по программистки называется вот так мы должны его обернуть так ребят я верну все это назад что-то не то я скопировал мы вот обернем нужно было мне написать сразу пишем спаун а в нем пишем function и у function у нашей есть end и внутрь этого так ну скобку это мы для видите нам подсвечивают закрывающая скобка открываешь скобка dropbricks переносим внутрь вот этой function и видите получается у нас вызовется функция без аргументов я уж наверно так вот сделаем так а в этой функции уже будут подставляться нужные аргументы из цикла так ребят здесь тоже я бы вот так сместил окей можно вот так вот сделать ну редактор нам пытается выправить все это по-другому давайте запустим так я назад нажал остановить и у вас иногда тоже возникает такое сообщение вы сделали изменения скрипте во время игры но игра была запущена вы что-то поменяли хотите вы оставить эти изменения можно сказать да оставить так что то что я сейчас набрал останется можешь сказать нет все сотрется и будет как до запуска игры а можно один раз ответить навсегда всегда сохраняй все 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 что я сделал сохранилась но теперь мы должны запустить и посмотреть работает у нас или нет если что-то непонятно задавайте вопросы вот видите одновременно все появились полоски так сработал спаун я сейчас расскажу как уже он сработал так дело в том что спаун он не запускает сразу функцию которую мы ему передаем он ее откладывает в такую табличку как бы расписание дел и при следующем цикле игры ну когда подходит время следующий цикл он запустит то что у него в этой таблице сложено а причем в эту таблицу можно сложить это какая-то внутренняя таблица она на сервере roblox хранится вы про нее сильно не думаете но мы про эту таблицу может быть поговорим в следующем уроке когда будем про сопрограммы говорить всякие потоки и так далее в данном случае спаун нам создает поток ну как можно объяснить поток что вот мы знаем что за потоки такие есть ну у нас есть речка вот она течет и бывает речка раздваивается на два на два потока бывает на три потока или на четыре потока или еще проще у вас есть дом многоквартирный где живут ваши родственники и там 20 квартир дали воду горячую 20 квартир и одновременно во всех двадцати квартирах появляется эта вода но если вы живете в многоэтажке вы можете знать что на последний этаж возможно вода придет чуть попозже в роблоксе к сожалению все то же самое когда с помощью спавна создается эта табличка для отложенного запуска она в принципе должна выпустить запустить то что мы передаем функцию в ближайшее время через долю секунды но иногда если вы почитаете формы роблокса или сами сталкивались иногда в больших проектах очередь до запуска вашей этой функции может ну дожидаться много секунд например 10 секунд иногда это очень критично для игры и так что подумайте вот сейчас мы используем как баловство как украшение какое-то создаем кирпичики я не представляю игру ну разве что генерация лабиринтов каких-то динамических но там нужно посложнее не просто кирпичи бросать правильно же вот поэтому вы должны использовать надежные функции более надежная штука будет следующем уроке описано и так вроде все нормально так вот спавн представьте что спавн это как будто включает воду горячую и она идет сразу всем потребителям в данном случае горячая вода это вот наша функция вот она причем она обернута пустую функцию чтобы мы могли запустить нашу функцию с аргументами вот как все хитро ну и смотрю что у меня здесь что-то было закомментировано я наверное делал более интересную вещь это посмотрим вот такой вариант что же будет смотрите два цикла первый цикл какой-то shift но это значит смещение 0 от 0 до 5 значит 6 раз запустится и вот это смещение я применяю к координатам x и z это означает точки появления наших вот этих веселых крестов из кирпичей будут меняться длина лопасти нашего этого креста точнее снежинки наверное даже до 10 кирпичей но это все как было раньше давайте запустим посмотрим и на этом наверное конец урок но получился эффект довольно симпатичный вот на этом я заканчиваю урок пользуйтесь функции spawn на свой не то что страх и риск ну понимаете что она может вас иногда подвести подписываемся ставим лайки задаем вопросы в комментариях исходные коды плейсов под нашим видео пока